Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем цикл бесед по посланию к Титу первоверховного апостола Павла. Святитель Феофан Затворник писал о Тите, адресате этого послания. О святом Тите в первый раз поминается в послании к Галатам, 2 глава, 3 стих, что он был с апостолом Павлом в Иерусалиме, когда там происходил апостольский собор для определения, как принимать в церковь язычников. Что было с ним до того времени? О том святитель Дмитрий Ростовский пишет по преданию, что он был кретянин и принадлежал к царскому тамошнему роду, был любителем мудрости, ревнитель благочестия, непоязычески, и девственник непоязычески. По особенному указанию свыше стал он читать пророка Исаию и отверз себе дверь к познанию единого истинного Бога, которому и возгорел сердцем. В то время слышно стало в Крите о Господе Спасителе. «Боги, явившимся во плоти в Иудее, учащим истинному спасению и предивные дела творящим». Для собрания точных сведений о происходящем в Иудее «Анфипад проконсул Критский, дядя святого Тита, со старейшинами, послал туда святого Тита, как человека любомудрого и благоговейного. Достигнув Иерусалима, он видел Господа Христа, беседовал с ним и святыми апостолами и видел дивные знамения». И здесь Феофан делает предположение. «Не был ли он в числе эллинов, желавших видеть Господа в день торжественного входа его в Иерусалим?» Евангелие Таана, 12 глава, 20 по 22 стих. «Потом был он свидетелем страданий Господа и крестной его смерти, но удостоверился и о его воскресении, дождался сошествия святого Духа и был в числе кретян, слышавших, как апостолы говорили, не учась по-критски». Об этом в книге «Деяний», 2 глава, 11 стих. «Все сии, возвратясь в Крит, возвестил он и другие соотечественникам своим, посылавшим его». Святой Златоуст говорит о нем. «И спутников Павла Тит был муж опытнейший, ибо если бы он не был опытным, то апостол не верил бы ему целого острова, не повелел бы ему дополнить недостающее, или, как говорит он, да не оконченное исправиши, то есть что мы не доделали, ты доделай». И то, что апостол пишет краткое послание, служит также доказательством добродетели Тита, что он не нуждается в длинных речах, а только в некотором напоминании. Далее святитель Феофан Затворник пишет. «Блаженный Феодорит прибавляет, Тита святой Павел в послании к Коринфянам увенчал многими похвалами, а там он говорит, общник мне и к вам спаспешник, деятель усердный, то есть которому достаточно указать на дело, и он в тот час принимается его исполнять». Конец цитаты по Феофану Затворнику. Теперь о времени и месте написания послания. Здесь есть такие предположения. Например, Златоуст говорит. «Мне кажется, что апостол писал это послание во время между первым и вторым своим заключением вузы». И еще. «Это послание, кажется мне, предшествует посланию к Тимофею II, ибо то писал он при конце жизни, находясь в узах, в последних узах, а это в такое время, когда был отпущен и свободен от уз». И теперь мы переходим к первой главе самого этого послания. Что мы имеем в этой главе? «Предисловие к посланию, содержащее указание, от кого и кому оно направлено, приветствие апостола и его молитву за Тита, обнаруживаем здесь, с пожеланием ему всех благословений». Это с 1 по 4 стих первой главы послания к Титу. «Далее, введение в само послание с указанием цели, с какой Тит был оставлен на Крите». Это 5 стих. Далее апостол Павел указывает, как должно осуществлять цель в отношении достойных и недостойных служителей, то есть реализовывать цель окормления. Об этом 6 по 16 стих. И первый раздел с 1 по 4 стих мы читаем. «Павел – раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию». Павел всегда с достоинством называет себя рабом Божьим. Как я часто объясняю, в те античные времена не смотрели на то, является человек рабом или свободным, всегда смотрели на то, чей он раб. И если он раб императора, перед ним, конечно же, расступались сенаторы, когда он шел исполнять повеление своего владыки. Но Павел – раб Божий, он не раб человеков, он раб Божий, тот, который служит властелину всего мироздания. Павел – раб Божий, апостол же Иисуса Христа, то есть посланник, апостол – это человек, который совершает посольство Божие в этом мире. «По вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию». То есть наша истина, которую мы исповедуем, неизбежно приводит нас к благочестию. Как и Христос говорил, познай истину, и она сделает тебя свободным. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». То есть мы совершаем свое служение в надежде вечной жизни. И мы не говорим об уверенности, мы говорим о надежде. Но это та самая христианская надежда, о которой сказано в Новом Завете, а надежда не постажает. Третий и четвертый стих. «А в свое время явил свое слово». То есть от вековых времен была уже надежда на спасение. «А в свое время», то есть это время Бога воплощения, «явил свое слово, и слово стало плотью». Помните, как у Иоанна, «и обитала с нами полная благодать и истина». «А в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Здесь Христос прямо называется и Спасителем, и Богом. «Титу, истинному Сыну, по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего, Иисуса Христа, Спасителя нашего». Здесь мы видим, что как в случае с посланиями к Тимофею, так же и в послании к Титу, Павел называет Тита истинным сыном по общей вере, как и Тимофея он называет тоже сыном, имея в виду, что он сам Павел по отношению и к Тимофею, и к Титу, и к духовный отец. И мы помним слова апостола Павла, когда он говорил, «Немногие у вас отцы», то есть отцы есть в церкви, «Немногие у вас отцы, я родил вас благоествованием своим». Очень часто бывает так, что люди задаются вопросом, а как же Христос сказал, «Никого не называйте отцом, ибо один у вас отец – это Бог, никого не называйте учителем, ибо один у вас учитель – это Христос». Имеется в виду, что в абсолютном смысле отцом всех является Бог. Никакой служитель церкви не может назвать себя отцом всех, ибо это приоритет Бога. Но Павел был отцом духовным для тех, кого он родил благоествованием своим. И если мы вообще откажемся от употребления слова «отец» и будем использовать его только по отношению к Богу, а как же та заповедь «почитай отца и мать»? У нас есть и физические отцы, и духовные отцы. Это та реальность, в которой мы существуем. А когда Христос говорит «один у вас учитель – Христос», это опять же имеется в виду в абсолютном смысле. И в то же время в посланиях Павла сказано, что Господь иных поставил учителями. Таким образом, сектанты, которые не понимают соотношения между этими словами, они просто выхватывают текст из контекста и путаются в своих собственных анализах и предубеждениях. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Послание к Титу начинается обычным надписанием, которое в этом послании особенно торжественно и значительно более обширно, чем в других посланиях. По своей распространенности и мыслям оно напоминает надписание посланий к римлянам и галатам. Этим апостол желал особенно подчеркнуть важность предмета послания Тита. С похвалой называет апостол его истинным сыном по общей вере, то есть подлинным истинным чадом своим, как хранившим неизменно ту святую веру, который он был научен святым Павлом». Далее идет введение в само послание с указанием цели написания и с указанием цели, почему Тит оставлен на Крите. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Здесь мы видим, что Тит – это епископ церкви, и он апостол из числа 70, и Павел, и само это послание пишет для того, чтобы укрепить его вере. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Заканчивается предисловие заявлением, что апостол, то есть Павел, для того оставил Тита в Крите, дабы он недоконченное исправил и устроил по всем градам пресвитеров». То есть Тит продолжает служение высших апостолов. Далее. 6 по 16 стих говорится о том, как должна осуществляться эта цель в отношении достойных и недостойных служителей. И мы читаем 6 стиха и ниже. «Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Здесь обращает на себя внимание, что кандидат на рукоположение, он должен оцениваться и по тому, как он воспитал своих детей. Не стали ли они блудниками? Далее. 7 стих и ниже. «Ибо епископ должен быть не порочен, как божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца». Что значит «не бийца»? То есть он не дерется. «Некоростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять здравым учения и противящихся обличать». То есть задачи епископа, они очень широкие, серьезные. Он должен и поддерживать одних, и отгонять от народа Божия других. Далее. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, учат, чему не должно, из постыдной корости. Из них же самих один стихотворец сказал «Кретяне всегда лжицы, злые звери, утробы ленивые». Здесь речь идет о тех, которые из числа обрезанных, имеется в виду празелиты, которые, будучи греками, они приняли иудаизм. Иначе непонятно была бы эта фраза «Из них же самих один стихотворец сказал», имеется в виду не из числа обрезанных, а из числа греков, потому что цитата идет по греческому языческому автору. «Кретяне всегда лжицы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство – это справедливо. Здесь Павел соглашается с такой оценкой, то, что сказал языческий поэт о кретянах. «По сей причине, обличая их строго, дабы они были здравы в вере». То есть обличение не имеет целью опозорить людей, а имеет целью исправить людей. «По сей причине, обличая их строго, дабы они были здравы в вере». «Не внимай иудейским басням». Иудейские басни – это всевозможные сказания, медраши. У евреев было очень много такого материала. Позже такие тексты, они были собраны в сборник «Медраш раба». «Не внимая иудейским басням и постановлением людей», то есть то, что принималось теми же иудеями или язычниками, помимо Слова Божия, «отвращающихся от истины». То есть от этого надо удаляться. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». О чем это? Чистый человек всех видит вокруг себя чистыми. И в противоположность этому нечистый человек видит всех нечистыми. И расскажу такой пример, как-то я его касался. В монастырском саду сидели три монаха. Они сидели в темноте, пребывая в тихой беседе, в молитвенном настроении. И вдруг они увидели, как один монах из своей кельи подошел к стене монастырской, перепрыгнул и побежал в сторону деревни. Один из монахов подумал, блудить побежал. Другой подумал, воровать еду будет. А третий подумал, надо же у нас какой брат, как святитель Николай, по небесам соскучился, добро творит. Побежал в деревню, чтобы тайно заниматься благотворительностью. Здесь мы видим, что действительно чистый ведет всех чистыми, а оскверненные и неверные ничего не видят чистым. Они судят всегда по себе самим. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу». Здесь апостол Павел говорит, что он здесь рассуждает о христианах, которые утверждали, что они знали Бога, но их нравственные качества они желали лучшего. Вот эти слова, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Блаженный Августин поясняет. Первая свобода – это отсутствие пороков, потому и апостол Павел, выбирая, кого назначить пресвитером или дьяконом, кого бы не надлежало назначить на церковную должность, не говорит, если кто безгрешен. Таких не бывает. Ведь если бы он так сказал, всякий человек был бы отвергнут и ни один не назначен. Речь идет о том, что они абсолютно непорочны, кандидаты на рукоположение. Далее Августин пишет, «Но он говорит, если кто не порочен, то есть без таких пороков, как убийство, прелюбодеяние, скверно-любодеяние, кража, обман, святотатство и прочее такого рода». Конец цитаты. Это из трактата на Евангелие от Иоанна, 41-й раздел. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Далее, в первой главе, имея в виду, что на Крите есть много непокорных, пустословов и обманщиков, апостол советует Титу быть особенно осторожным при выборе кандидатов священства и перечисляет, какими качествами должны они отличаться». «Под непорочностью», продолжает владыка Аверки, «здесь, разумеется, безукоризненное и незазорное поведение. Муж одной жены значит недвоеженец. Детей имеет верных, то есть верующих христиан, а не язычников или безбожников». Далее, вот эти слова, «Для чистых все чисто, для скверненных и неверных нет ничего чистого». Августин пишет, «Стало быть, если злой приносит жертву Богу, а принимает ее от Него доброй, она для каждого будет такой, каким является он сам, поскольку и об этом сказано в Писании. Для чистых все чисто». Это трактат против сочинений Петелиана Блаженного Августина. Здесь он пишет о том, что, например, кто-то какое-то приношение приносит в церковь, например, хлеб и вино на проскомидию для совершения литургии. И тот, кто приносит такое приношение, сам он может быть, скажем так, человеком с нечистыми побуждениями. Но тот, кто принимает человек, который чист и ко всему относится как к чистому. И когда вот это оказывается в руках человека, который все считает чистым, всякая скверна предыдущего человека, она уходит в сторону. И святитель Афанасий Великий пишет, «Все творения Божие добры и чисты, потому что Слово Божие не сотворило ничего неблагопотребного или нечистого». То есть в самой природе Божьего творения нет ничего нечистого. Ибо когда Бог все сотворил, Он сказал, что все хорошо весьма. Далее Афанасий рассуждает. «Но поскольку стрелы у дьявола различные, многовидные, и людей простодушных приводит он в смущение, препятствует братьям пребывать в обычных упражнениях, то есть в духовных упражнениях, всевая в них нечистые и скверные помыслы, то по благодати нашего Спасителя немногими словами отразим обольщение лукавого. Скажи мне, возлюбленный и благоговейнейший, что греха или нечистого в каком-нибудь естественном извержении, то есть, что грешного и нечистого в каком-нибудь естественном извержении, имеется в виду там полюция или отправления естественных потребностей. Если это происходит именно природным путем, то в этом нет никакой скверны. Ничто из этого не оскверняет человека. Далее Афанасий пишет, «Захочет ли кто ставить вину выходящие из ноздрей мокроты или изо рта слюну?» То есть, ни сопли, ни слюна, они не оскверняют человека, который, например, простыл и чихает. Далее Афанасий рассуждает, а можешь указать еще и на важнейшее этого, здесь он как бы возвращается к тому, что говорил, на извержение чрева, которое живому существу необходимо для поддержания жизни, то есть, когда человек ходит в туалет. Притом, если веруем, что человек согласно с божественными писаниями есть дело рук Божьих, то от силы чистой могло ли произойти какое-либо оскверненное дело. Да ничего это не оскверняет человека. А когда не по нашей воле бывает какое-либо естественное извержение, опять тут тема полюции, тогда по естественной необходимости, как сказали мы уже, и это терпим вместе с прочими нуждами. То есть, самой нашей природе человеческого тела нет ничего скверного. Только для почитающих что-либо скверным, что-то может являться скверным. Например, если речь идет о полюции, полюция – это не рукоблудие. Рукоблудие – это свободное решение, свободное решение, которое оскверняет человека, а не сама полюция, которая истекает. А если это происходит во сне, естественным путем, без всякого рукоблудия, как это может осквернить человека? Хотя и на этот случай есть молитва Василия Великого от произвольного или непроизвольного осквернения и рекомендации омыть тело. Итак, сегодня мы сделали обзор первой главы послания к Титу первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал Акзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Продолжение следует...